Президент России поручил правительству и депутатам Госдумы разработать меры поддержки волонтеров и некоммерческих организаций. Речь идет об НКО, которые в условиях распространения вирусной инфекции помогают нуждающимся. В число таких активистов входят тысячи железнодорожников по всей стране и не только работники компании. Многие структуры холдинга перепрофилировали свой производственный фонд на создание более важной в эти дни продукции. Об одной из таких организаций наш следующий материал. Это территория технопарка «Кванториум» Свердловской детской железной дороги. Он создан, чтобы школьники могли прокачивать инженерное мышление и воплощать в жизнь любые технические идеи. Сегодня оборудование инновационной площадки используют для создания средств индивидуальной защиты для медработников. В данном случае здесь на наших площадях, на нашем оборудовании, в том числе и наши волонтеры, изготавливают вот такие защитные маски, которые потом будут отдавать больницам для их нужд по борьбе с коронавирусной инфекцией. Изделие состоит всего из двух элементов – ободка для крепления на голову и самого защитного экрана. Первый печатают на 3D-принтере, второй вырезают из листов пластика на лазерных станках. Собирают конструкцию здесь же, в большом холле центра. Он хочет восходить навык сборной буты. Хорошо. Над производством средств индивидуальной защиты трудятся волонтеры движения «Мейкеры против ковид-19» вместе с преподавателями Кванториума. За две недели они изготовили порядка 600 щитков. Все изделия уже доставлены в больницы Екатеринбурга и Свердловской области. При этом потенциал инновационной площадки позволяет не только увеличить объем производства, но и расширить линейку продукции. Первое – это заколки, потому что маски в случае долгого ношения, они очень сильно давят на уши. Значит, вот заколка это разгружает. Как, возможно, вы знаете, Декатлон обеспечивает врачей масками. Маски изначально для сноркелинга, то есть они не предназначены для врачей. И, соответственно, при накручивании фильтра нужен переходник на эту маску. Вот такие переходники мы тоже печатаем самостоятельно на 3D-принтерах. Материалы добровольцы покупают на свои средства. И хотя люди, которые безвозмездно помогают, сами помощи не просят, они ее обязательно получат. Волонтерскому сообществу и социально ориентированным некоммерческим организациям выделят 3 миллиарда рублей из резервного фонда президента. Евгений Кузнецов, Евгений Иванов, РЖД-ТВ, Москва, Екатеринбург. Евгений Кузнецов. Продолжение следует...